МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире электрогорское телевидение. Прямо сейчас о новостях нашего региона. Глава Матищинского, Каширского, Шаховского районов, а также Совет депутатов Серебряно-Прудского района выступили с инициативой о реформировании территории поселений. Закон о проекте о преобразовании будет рассмотрен в МОСОЛ Былдуме в сентябре. В Каширском, Шаховском, Матищинском районах местные жители Совета депутатов поддержали преобразование территории. В Серебряно-Прудском районе публичные слушания назначены на конец июля. Обсуждение на публичных слушаниях и в Советах депутатов и оформление всех необходимых законотворческих инициатив планируется завершить до конца лета. Если депутаты поддержат законопроекты, к концу года процесс преобразования территории 4-х поселений может быть завершен. Право на управление жилым фондом в Московской области получила тысяча одна управляющая компания. Около 40 заявок на выдачу лицензии находятся на рассмотрении. Рынок управления жилым фондом остается открытым для новых управляющих компаний. В установленном порядке управляющая компания может подать заявку на лицензирование, которое будет рассмотрено в течение месяца. Запрет на управление жилым фондом без лицензии в Московской области вступил в силу 1 мая 2015 года. Для организации процесса лицензирования в регионе создана лицензионная комиссия, в состав которой вошли представители регионального министерства ЖКХ, Министерства строительного комплекса, Мособулдумы, общественных организаций. А теперь о новостях Электрогорска. Очередной объезд по городу с целью выявления недостатков и нарушений состоялся во вторник. Подробнее об этом в нашем сюжете. 28 июля прошел очередной объезд по городу с администрацией Электрогорска. В этот раз замечаний в адрес исполнительных организаций намного меньше. В основном в некоторых частях города не покошена трава. На улице Колосона возле мусорного бака постоянно после дождей появляются лужи, что очень волнует жителей соседних домов. Возле городской больницы стоит береза, которая вот-вот может упасть на дорогу и перекрыть движение, при этом задев провода. На Советской возле дома номер 35 три сухостоя. Можно эти деревья-то убрать? Они тем более у вас уже над этим самым висят над проводами, впутываются. Или будем ждать, пока они сами упадут кому-нибудь на голову. Деревья помечены красной краской. Вскоре их вырубят. На улице Советская и Коржановская продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и парковочных мест. Возле железной дороги огромное поле, которое обычной газонокосилкой уже не покосить. Эту территорию в ближайшее время должны привести в порядок специальным оборудованием. Сегодня по хорошей погоде мы сделали очередной объезд. Проехали с другой стороны по городу. Посмотрели улицу Классона, улицу Советскую, так называемую нашу Рязанку. Увидели много неприглядного. Это касается бурьяна, сухих деревьев. Задача поставлена нашим службам коммунальным. Внимание есть. Я думаю, сегодня-завтра порядок будет наведен. 155 электрогорских детей отдыхают в летних лагерях во вторую смену. 130 электрогорских школьников отдыхают во вторую смену в летних пришкольных оздоровительных лагерях. Их в нашем городе 4. Стоимость пребывания в летнем лагере с трехразовым питанием составляет 5000 рублей. Родители платят 20% от этой стоимости – 1000 рублей. Остальная сумма оплачивается из средств бюджета Московской области и городского округа. Еще 25 детей из Электрогорска от социальной защиты населения с 14 июля по 3 августа проводят свой отдых в Ногинском летнем лагере «Мир». Бюджетные путевки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделены за счет денежных средств Московской области. Сказал нашему корреспонденту заместитель заведующего социальной защитой населения Электрогорска Александра Грунина. Это все новости на сегодня. Далее в нашей программе рубрика «Жить по закону». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова